Он не издевался над этим, а вы издеваетесь. У меня вот китанцы, она взяла, отключила, пробовала. Разобраться, почему у добросовестных потребителей СНТ «Сибиряк» электрики отключили свет, оказалось непросто. Обесточить исключительно должников энергетики не смогли. Рубильник в СНТ общий. Участники товарищества считают, что за их счет обогатились члены правления. Те же, в свою очередь, обвиняют садоводов в саботаже, организованным бывшим председателем. Проверка прошла неоднократно. Документацию всю изъяли, ничего не нашли. Это взаимосвязано. Девушка 11 февраля выносит решение о сносе магазина. В марте месяце нас отключают от электроэнергии. После его листовок, которые пошли с мая 2013 года, большая часть людей платить перестала. По мнению правления, листовки с призывами не оплачивать счета за электроэнергию распространял бывший председатель товарищества. Со слов Лилии Гавриловой, он преследует свою цель – поменять руководство садоводчества. Сам Александр Чернов отвергает все обвинения в свой адрес. Суд вынес решение о том, что таких фактов не было. И эти истцы, в том числе и юристы, и председатель, отказались от своих слов на суде. Кроме этого, суд вынес решение о компенсации мне морального ущерба. Между тем, нам стало известно, что бывший председатель СНТ «Сибиряк» вынужденно покинул свой пост, исполняя решение суда. А почему вы покинули пост, председатель СНТ? Я думал, что на мое место придет более лучший, более лучший кандидат. То есть он должен был делать лучше, чем я и больше, чем я. Но получилось так, как получилось. Как получилось именно так, попробовала объяснить и юрист правления. В июне недоплата. Выставили, грубо говоря, 200 тысяч, заплатили 150. Июль недоплата. Вот они накопились на сегодняшний день. Ежемесячно. МРСК «Сибири» выставляет нам счет, допустим, на определенную сумму. Мы ее не доплачиваем. Этот долг переходит на следующий месяц. Таким образом, за 13 месяцев долг перед энергетиками вырос до двух с лишним миллионов рублей. Председатель правления не понимает, в чем причина протеста. А сейчас поставили третью дополнительную подстанцию новую. Разгрузили сети. Все прекрасно. У всех аппаратура работает, бытовая техника работает. Живи, радуйся. Нету, пожалуйста, опять. Чтобы достучаться до представителей власти, отчаявшиеся горожане решили перекрыть движение на оживленной трассе. Ведь на то, что более тысячи семей живут без света 10 дней, никто не обращал внимания. Только после публичного конфликта, грозившего выйти на федеральный уровень, к дачникам приехал мэр Улан-Удэ Александр Голков. Однако решение принять все же не смог. За него это сделал сотрудник Улан-Удээнерго. Для того, чтобы сейчас погашать задолженность, предлагается всем жителям ДНТ те платежи, которые сейчас осуществляются в адрес ДНТ, осуществлять непосредственно в кассе «Бурят Энерго» и пооплачивать за юридическое лицо. Мы даже готовы пойти на то, чтобы сумму денежных средств, которые жители оплачивают непосредственно в данный момент, засчитывать на их лицевой счет как оплату за текущее потребление. При этом этот объем будем минсовать за должности самого ДНТ. Вопрос журналистов, обращенный к градоначальнику, знал ли он, что семьи с детьми больше 10 дней выживали без электричества, видимо, застал мэра врасплох. Он пояснил, что эти 10 дней, проведенные во тьме, были даны жителям, чтобы погасить долги. Вы про это СНТ знали об этом, что работа проводилась, что здесь уже точно такая же работа по отключению электроэнергии энергетиками проводилась? Энергетики дали этому СНТ как раз время. Какое время? На что? Время дали на оформление своих отношений. Вот то, что сейчас не сделано было, мы это сделаем в течение трех дней. Нет, а вы жали, что нет электричества. До пятницы энергетики совместно с членами правления должны обойти все дома, чтобы выявить должников. Вместе с тем, власти пообещали открыть отдельный лицевый счет каждому члену СНТ. В общем-то, все это они должны были сделать без шума и маски-шоу, ведь это их непосредственные обязанности. Извлекут ли урок из конфликта на Левом берегу его участники, в первую очередь, мэрия и энергетики, узнаем в ближайшее время. СНТ с такими проблемами, как в Сибирике, в городе – десятки. Юлия Пермякова, Александр Хомаганов. Первая альтернативная.